Привет. Многие из вас могли заметить на официальном форуме Симфура у пользователей в подписи изображения с их статистикой, как например у этого пользователя. Видеомого сообщения в подписи изображения, на котором мы можем отсидеть его никней, количество постов, сообщения, количество лайков и трофеев. 120 сообщений, 21 лайк, 18 трофеев. Давайте нажмем на профиль и проверим. Итак, в этом видео я вам хочу рассказать, как делать такие же подписи на своих форумах, то есть на форумах, которые работают на движке Симфура. Сегодня я знаю два сайта сервиса, которые предоставляют нам такую возможность. Единственное, один из них может собирать статистику форумов, работающих на движке Симфура. А второй, кстати, второй, который предоставляет изображение в таком виде, как мы видим, он будет собирать статистику пользователей только с официального форума форума. То есть такую подпись вы можете использовать только на этом форуме. Вдруг вы зарегистрированы на официальном форуме, общаетесь и так далее, захотите такую себе подпись. В общем, я расскажу, как это сделать. Ну, начнем мы с сайта, который собирает информацию со всех форумов. Подпись, которую вы можете использовать на своем форуме. То есть пользователи, вы и так далее. Для этого переходим на сайт XenMod.com. Попадаем на такую страничку и видим ссылку с названием Dynamics of Nature Generator. Переходим по этой ссылке. В общем, видим такие поля для заполнения. То есть в первом поле мы должны скопировать, то есть здесь нам пишут, что мы должны скопировать ссылку на наш профиль. Для этого идем на свой форум, кто-то работает на движке Xenforum. Копируем ссылку на свой профиль. И вставляем. Далее. В этом поле URL мы должны указать наш домен, на котором работает форум. Ну, как бы, если он находится в какой-то папке, то в конце мы должны его тоже указать. То есть берем очень просто. Без ищет эпидем и так далее. То есть просто копируем домен и папку, в котором находится наш форум. То есть указываем скрипту, с какого форума брать статистику. Обратите внимание, что косой слэш копировать не нужно. То есть в конце этого пути косой слэш копировать, но наклонной линией быть не должно. Скопируем. Теперь в третьем поле UserId мы должны указать ID нашего пользователя. То есть в нашем случае пользователь имеет ID 6. Прямо ссылки на профиль. Вы видите число. То есть это и есть ID пользователя. Вот. В следующем пункте Color, то есть это такой бэграунд для изображений, то есть бэграунд для подписи, изображений этого. Ну, я не знаю. У меня лично этот пункт не работает. То есть, я думаю, как бы скрипт еще просто сыроватый. То есть здесь вообще нет полей, куда вводить, как вообще выбирать. Допустим, да, вот здесь перечислены цвета, там Blue, Red, Light или просто текст. То есть я как это выбрать, не знаю даже. То есть на данный момент, на 12 февраля 2011 года, эта опция не работает. Вот так вот. Ну, вот так же, Font Color, то есть это цвет шрифта. Да, это тоже можете все указать. Ну, я ставлю такой стандартный. Вы же, если захотите какой-то там другой цвет, вам нужно вписать его код. Вот пример, как это нужно делать. Ну, то есть обычный код цвета. Так, теперь следующий пункт, это Signature. Elements. То есть, какие элементы, да, будут отображены в статистике. То есть, допустим, никнейм, количество сообщений, лайков и трофеев. Вот по умолчанию мы видим, что включено никнейм, количество сообщений, лайков и трофеев. И так же мы можем, как бы, исключить какой-то пункт. Допустим, там, не отображать в статистике трофеи, там, лайки и так далее. Прописываем, нажимаем 5. Ну, на данный момент эта опция не работает. Так что мы нажимаем кнопку «Генерировать изображение». Нажимаем, и вот мы видим такой вид, как бы, на изображение с статистикой нашего пользователя. На форме aclamarinemusic.ru То есть, вот наш никнейм, количество сообщений, лайков и трофеев. Давайте проверим. Сообщение 7, симпатию 0, балл 1. То есть, все правильно, все совпадает. Теперь, чтобы, как бы, внедрить эту статистику в нашу подпись, нам нужно скопировать виду-код. Вот эту, да. Какую-ру, и вставляем в нашу подпись. Подпись. Не датируем. И вставляем наш код. Сохраняем. Сохранили. Переходим теперь на форму. Проверим. Нашу статистику. Теперь, также я хочу обратить ваше внимание на то, что эти данные не собираются этим скриптом, прямо там, ежесекундно. То есть, я не проверял, какое именно время, да. С каким-то интервалом, в общем, примерно около часа. Да. Эту информацию, пользователь собирается этим скриптом и выводится в том изображении и подпись. Хотя проверим, нажмем на профиль, мы посмотрим. Количество сообщений 7, баллов 1, симпатий 1. то есть, статистика совпадает. Теперь, допустим, мы напишем какое-то сообщение, отправим, и вот, как бы, по факту, у нас уже 8 сообщений. Сейчас, секунду. 8 сообщений, а подпись еще 7 отображается. Ну, то есть, как я и говорил, этот скрипт чуть позже, как бы, с запозданиями берут. информацию на подписи. То есть, собирается тесику и выдает вам обратно. Ну, то есть, так и все правильно, чтобы снизить нагрузку на их сервер. Вот, в общем, такой вот вид подписи может каждый пользователь вашего форума встроить в свою подпись. То есть, просто дадите ссылку на это видео, как бы, да, как это сделать. В принципе, Ну, давайте теперь перейдем к другому скрипту, который выводит подпись в таком именно виде для официального форума ksenfora.com. Для этого переходим на сайт ksenedix.com. видим такую новость, ksenmode signature generator, нажимаем ритм, ритм, то есть, так, ну, это мы видим такой вид, который мы только что делали. то есть, если нажмем эту картинку мы перейдем на ksenmode.com. Нам как бы интересен вот этот вид. То есть, второй способ, да, именно для официального форума. Нажимаем на картинку и переходим к самому скрипту. То есть, принцип как бы в принципе такой же, но более рабочий, так скажем. То есть, первым в первом поле нам нужно указать ID пользователя. ID пользователя на форуме senfora.com. community. Вводим, смотрим. 415, да? Вот здесь наш ID. Выбираем цвет, какой нам нужен. У этого там человека, да, был там синий. Вот. Тут как бы выбирать, какой вам интересен. Purple, Green, Grey, и так далее. Так. это цвет бэкграунда, рамки, текста и так далее. То есть, это все поэкспериментируйте, там, с цветами, какого-нибудь. То есть, все на ваш вкус. Также можно выбрать шрифт, текст, да? То есть, мне нравится требующий от MC, я его как бы выберу. В этом поле мы можем выбрать какие параметры статистики, пункты статистики нужно отображать. Это никнейм, XF-Logo, это то есть, логотип Xenhoro, вот вот такой. Это количество сообщений, лайков и трофеев. И, допустим, преобразовать изображение, то есть, как бы, ссылку. То есть, видите, мы наводим на это изображение, оно без ссылки. То есть, нажимаем, вот просто как изображение, картинка. Мы же можем в этом скрипте указать, допустим, да, сделать, как бы, внедрить ссылку в изображение. Нажимаем Xenhoro Profile. то есть, при нажатии на эту картинку, любой пользователь, да, или посетитель попадет на наш профиль. Копируем ссылку на наш профиль и указываем в этом поле. Копируем, вставим. Все, Save Settings. В общем, вот такой вид в подписи, да, у нас будет. я выбрал цвет Purple. В общем, тоже копируем теперь виды код и вставляем нашу подпись. Сохраняем. теперь давайте проверим, как бы, как это подражается изображение в нашей подписях. Выберем любое наше сообщение. Ну и вот собственно картинка с нашей статистикой. Наш никнейм, количество сообщений, лайков, трофеев. Ну вот, в принципе, все. Здесь этот видеоурок помог. Все, доброго, до свидания. Поехали. Пока. 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 Продолжение следует...